В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Ключи от своей собственной квартиры получил еще один ребенок, оставшийся без попечения родителей. Это мой первый документ такой, и это невероятное чувство. Директора Видновской гимназии, заслуженного учителя России Татьяну Викторовну Анашкину поздравили с юбилеем. Мы вас очень ценим, любим, уважаем и надеемся, что все ваши планы осуществятся. Предпремьерный показ спектакля «Трибунал» в исполнении актеров театра «ТВИТ». Это нужно показывать, чтобы молодежь наша видела и помнила во имя чего. С начала года в Московской области собственное жилье получили уже 100 детей-сирот. Свою лепту в это благое дело вносит и Ленинский район. Еще одну обладательницу квартиры поздравил с новосельем глава муниципалитета Валерий Венцель. Подписывая документы на получение жилья, Юлия Бычкова осознает серьезность момента и пытается сдерживать улыбку и волнение. Это мой первый документ такой, и это невероятное чувство. Мы уже посмотрели квартиру, это солнечная сторона. А у тебя не получится самой попрыгнуть? Да. Я уже подобрала телевизор большой, и я даже знаю, куда я его поставлю. Повешу. А глава района Валерий Венцель уже ждет новосела в своем кабинете, чтобы лично поздравить с новой жизненной вехой и торжественно вручить ключи от квартиры. Впрочем, это не больше, чем своеобразный обряд, который наверняка запомнится Юле надолго. Цветок и гражданные ключи от квартиры. Были в квартире? Да. Все нравится? Ну, эти замечательные. Я вас от всей души поздравляю. И здесь, да, вот небольшой подарок от нас, чтобы было на чем готовить. Спасибо большое. В Ленинском районе Юлия стала четвертым обладателем ключей от новенькой квартиры с начала года. Как и у других сирот, которые получают жилье по государственной программе, квартира у нее в новостройке в современном районе. До недавнего времени Юля жила в Расторгуево, в доме бабушки, которая является ее опекуном. Но теперь у нее есть собственное жилище в микрорайоне Купеленка. Конечно, в квартире еще предстоит кое-что сделать, но это, как говорится, приятные хлопоты. Пока здесь пусто, но Юля уже примерно знает, где и какая бытовая техника будет стоять, где встанет шкаф, а где мягкий диван. Местом для души станет просторный балкон. Именно здесь Юля планирует оборудовать уютный уголок. Люблю читать. Я хотела поставить полочку, типа библиотеку, так как у нас стеклян, в принципе, на время не должно быть. А здесь, типа своего такого уголка, какой-нибудь столик такой чайный. Или, знаете, такой пуфик мягкий, чтобы можно было сесть независимо днем, вечером. С курочкой кофе, книжку. Сверху воздуху? Да. Солнце? Да. Всего до конца 2019 года в Московской области обеспечат жильем 734 человека. Часть из них получит ключи от новой жизни в Ленинском муниципалитете. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Глава Ленинского муниципального района Валерий Венцель побывал в Видновской гимназии. Куда отправился, чтобы сказать слова поздравления ее директору. Заслуженному учителю Российской Федерации, отличнику народного просвещения Татьяне Викторовне Анашкиной. В день юбилея. Глава вручил виновнице события, цветы и поздравительный адрес. Вместе с Валерием Николаевичем поздравить Татьяну Анашкину приехала начальник управления образования Ленинского района Светлана Ломакова. Мы вас очень ценим, любим, уважаем и надеемся, что все ваши планы осуществятся, что все вам удастся сделать, и все эти инновации, которые задумали, что все реализовали. А идеи и планов у Татьяны Викторовны множество, которые она готова реализовывать вместе с коллективом единомышленников. В гимназии есть коллектив, тот, который с основания был с 90-го года. И на этом коллективе очень много держится. Я очень благодарна этим людям, которые тоже готовы, ну уже предпенсионного возраста, они тоже готовы уйти. Но вот мы держимся, понимая, что все-таки вот та молодежь, которая приходит, ее надо учить. Татьяна Анашкина трудится в Видновской гимназии со дня ее основания. Последние 8 лет руководит образовательным учреждением. Всего педагогический стаж Татьяны Викторовны составляет 43 года. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется ко всем поздравлениям в адрес юбиляра. Жаркая пора в школах подходит к концу. Последние звонки давно позади, ЕГЭ сданы, впереди получение аттестата и долгожданный выпускной бал. Готовится к нему и наш герой, выпускник Видновской школы номер 7, золотой медалист Никита Бибикин. О том, трудно ли быть лучшим и о своих планах на будущее, он рассказал нашей съемочной группе. Выпускник школы номер 7 этого года Никита Бибикин – золотой медалист. Неоднократный победитель Олимпиад различных соревнований, как интеллектуальных, так и спортивных. Сегодня вместе с аттестатами ему вручат золотой значок ГТО. Учителя отзываются о нем как о человеке талантливом и разностороннем. Это натура творческая, активная и с такими учениками всегда приятно работать, как на уроке, так и после уроков. Никита в этом году золотой медалью заканчивает школу, подтвердил все свои знания на экзаменах. А мы можем еще и сказать, что он очень активный человек, принимает участие во всех мероприятиях, которые проводятся в районе, в школе. С дальнейшей профессией Никита пока еще окончательно не определился. Будет пробовать поступать в несколько вузов сразу, в том числе в университет геодезии и картографии. Экология есть во многих вузах, но вот интересно, в МАИ, экологии космической деятельности, кафедра. Также 18 июля ДВИ в МГУ, поэтому посмотрим, как я его еще сдам. Может мне повезет и получится еще как-то там сдать. Год назад Никита участвовал в конкурсе «Рыцарь года». Рыцарем, увы, не стал, но, как уверяет наш герой, это и не главное. Зато получил максимальную оценку в интеллектуальном конкурсе и приобрел множество друзей. С «Рыцарем» мы до сих пор общаемся со всеми. У меня очень большая была команда, по-моему, одна из самых больших вообще за историю школы. Там около 50 человек было у меня. И, ну, со всеми сдружились, даже с теми, которыми дружили, мы еще сильнее сдружились. Потом до сих пор общаемся и также с другими командами школ. Ученикам седьмой школы скучать некогда. Помимо учебы, говорит Никита, много всевозможных внеурочных дел. Сам он частенько принимал участие в мероприятиях, организованных молодежным советом при главе Ленинского района. А также Никита – капитан школьной команды в интеллектуальной викторине «Думай, знай, познавай». География – любимый его предмет. Учитель Наталья Александровна вспоминает, что еще отец Никиты был ее учеником. В попытке охватить все возможное в знаниях, это замечательный совершенно ученик. Это благодарный ученик в том плане, что он выиграл мне Олимпиаду по географии. Он участвует во всевозможных конкурсах по географии, не только. Он участвовал в этнографическом диктанте, в географическом диктанте. Он участвовал и дошел до открытого тура Ломоносовской Олимпиады. Расставаться со школой, говорит Никита, и радостно и грустно одновременно. Здесь даже стены родные. «Мы в седьмом классе разукрашивали его стены, не только на втором этаже, но и на других этажах. На каждом была своя какая-то фигура геометрическая». Сегодня вечером Никита вместе с еще девятью медалистами седьмой школы отправится на выпускной бал, который традиционно проходит на Советской площади с 1991 года. Потом будут вступительные экзамены, выбранные вузы, с которыми наш герой наверняка справится отлично. В «Видном» запущен новый проект «Талантливые дети». Один из его организаторов, клоун Алекс, уверен, талантливые ребята есть в каждом доме, в каждом дворе и по выходным собирает ребятнюю взрослых, устраивая творческие мастерские, конкурсы вокального пения, чтение стихов и многое другое. Наш мобильный репортер отправился на советский проезд, где у дома номер пять прошел веселый спортивный праздник. Почти полсотни местных жителей откликнулись на призыв поучаствовать в состязаниях, которые помогли организовать депутат городского поселения «Видное» Павел Русаков и предприниматель Шамиль Магомедов. Среди самых ярких конкурсов – преодоление тоннеля. Дети с удовольствием выполняли задания. Ну и, конечно, никто не отказался от возможности потанцевать под веселую музыку, которую организовали сотрудники кинотеатра «Искра». Ну а завершился праздник вручением подарков, которых хватило всем ребятам. На сцене районного центра культуры и досуга города «Видное» состоялся предпремьерный показ спектакля «Трибунал» по пьесе белорусского драматурга Андрея Макайонка. На представлении побывала и наша съемочная группа. Об интриге и развязке в репортаже Максима Козлова. Восемь героев, одни декорации и маленький кусочек большой войны. События спектакля «Трибунал» разворачиваются в оккупированной белорусской деревне. Чтобы глубже проникнуться атмосферой, актерам пришлось искать вдохновение в авторитетных источниках. В деле по спорю было фильмы о Великой Отечественной войне, собственно, и которые идут в данный момент, не так давно проходили, что вариант «Омега». Ну, достаточно много информации, где можно почерпнуть его. Перед нами крестьянский дом. Его хозяйка Полина, мать 12 детей, держит в узде всю семью. Хозяин – Терешко по прозвищу Колобок, добрый и бесхитростный человек. Все меняется, когда его назначают старостой деревни. А ну, разошлись! Я вам сказал! Старостой назначили меня, а вы все дышать сюда, дышать! Пьеса создана белорусским драматургом Андреем Макоемком в 70-е годы прошлого века, когда писать о подвиге народа в Великой Отечественной войне было можно только в пафосно-героическом тоне. А тут – трагихомедия. Зрители сегодня, к счастью, не увидели, вернее, может быть, если увидели смешные моменты, они не показались смешными, потому что вот в этом, наверное, в этих веселых моментах это наивысшая точка трагедии. Многие актеры, принявшие участие в спектакле, хорошо знакомы зрителям по прошлым постановкам театра «Твит». Но был и дебют. И после спектакля молодой актер Даниил Крупский переполнен эмоциями. Нужно соответствовать уровню этого великолепного театра, который уже огромное количество лет радует зрителей своими гениальными постановками. Гелес Лариса Сергеевна вообще у нас просто мастер на все руки. И, вы знаете, такие непередаваемые эмоции можно заработать только в таком месте, как «Твит» действительно. Пьеса «Трибунал» – материал непростой, но именно за такие обычно и берется коллектив «Твида». В своей речи после спектакля художественный руководитель театра Лариса Гелес объяснила нынешний выбор. Это нужно показывать, чтобы молодежь наша видела и помнила, во имя чего гибли наши деды, наши прадеды. И пока мы помним, они живы. Примерный показ спектакля состоится в следующем году и будет посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Максим Козлов, Олег Федоров, Сергей Ларин. Видное ТВ. И в заключении выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. А они уверяют, что завтра, 26 июня, солнце будет редко показываться из-за облаков. Практически весь день пройдет без осадков. Только к вечеру может начаться сильный дождь. Температура – плюс 20 градусов. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова